Уже почти два века фотография воспринимается как слепок реальности, достоверный источник информации о событиях. Но с развитием технологии от простой ретуши до фотошопа и нейросетей фотография стала способом фальсификации событий. Современное государство активно берет этот факт на вооружение. Любое изобличение его практик теперь можно просто назвать фейком. И сегодня все чаще от пропагандистов звучит мысль о том, что сам по себе факт не представляет особого интереса. Факт представляет интерес в контексте, в определенном нарративе. Важен не сам факт, а скорее его трактовка. Факт это у всех одни и те же, а вот правда она у каждого своя. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Скобеева вряд ли может похвастаться оригинальностью своей теории. Такое циничное отношение к факту возникло не сегодня. Споры об этом активно шли в первые десятилетия существования Советского Союза. Может ли документалист попросить или заставить человека сделать что-то на камеру? Насколько уместен монтаж или ретушь в работе с хроникой? Должна ли фотография не просто предъявлять действительность, но воспитывать ее? И где проходит граница между искусством и документом? Ответы на эти довольно сложные вопросы и сформировали в Советском Союзе к середине 30-х годов массовую практику фальсификации фактов. Менее чем за десятилетия советское искусство прошло путь от воспевания факта, буквально боготворения факта, до банального пренебрежения этим фактом ради своих политических целей. Как же так вышло? Давайте разбираться. В начале советской истории революция произошла не только в политической жизни страны, но и в культурной. Ожидалось, что искусство будет помогать строить новый мир. И художники, разумеется, в этом были просто необходимы. Предполагалось, например, упразднить прежние правила литературы и живописи, совершить революцию духа и представить миру образ нового человека. Возникали самые неожиданные эстетические программы. Но революционный режим к началу 30-х преображался в тоталитарный. На смену смелым художественным экспериментам пришло приспособление искусства к целям массового информационного воздействия. Соцреализм, официально утвержденный как единственный возможный вариант существования искусства в стране, имел в своем инструментарии множество пропагандистских приемов. Многие из них достались ему от авангардистов. Одним из таких движений в 1920-е годы был Лев. Левый фронт искусств. Его составляли бывшие футуристы во главе с Маяковским. Среди их идей была, например, литература факта. От вымысла в искусстве вообще, по мнению левовцев, следовало отказаться. На смену Льву Толстому пришла газета. Да, это реальная цитата левовцев. И боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Наступила пора оперировать фактами. Только с их помощью можно построить новый справедливый мир. Факт буквально понимался левовцами как элементарная часть здания новой реальности, которую надлежит возвести в том числе самим писателям. Старая эстетика преображала, просветляла жизнь, расцвечивая ее блестками свободного воображения. Новая, слово эстетика, пора бы и отбросить, новая наука об искусстве предполагает изменение реальности путем ее перестройки. Отсюда и упор на документ. Отсюда и литература факта. Факт есть первая материальная ячейка для постройки здания. И, так понятно, это обращение к живой материи в наши строительные дни. Изначально идея факта опиралась на первичность материала. Любое его искажение на этапе обработки или сбора фактов считалось как минимум грубой ошибкой. Левовцы и их соратники в советском контексте были одними из первых, кто провозгласил ценность факта, необходимость его запечатления для будущих поколений, важность архива и историческое значение современной документалистики. Так, писатель и сценарист Виктор Шкловский взывал к четким подписям и датировке хроникальных кадров. А советский режиссер Лев Кулешов заявлял, что в документальном фильме вообще нет места для субъективности автора. Но уже тогда начали возникать споры. Многим казалось, что факт ради факта это неинтересно, а значит важна трактовка этих фактов. Кроме того, и факты бывают разными. Есть факт друг, который помогает социалистическому строительству, а есть факт враг, который этому социалистическому строительству мешает. А значит, все-таки в подходе к документу нужна позиция автора, нужна его субъективность, нужен его особый взгляд, чтобы рассмотреть все правильно. Дискуссии также коснулись того, допустима ли в документалистике инсценировка событий, является ли постановка факта самим фактом? На фоне этих сомнений, один из основателей ЛЕФа, Сергей Третьяков, даже предложил вообще отказаться от деления кино на игровое и неигровое, а определять все только тем, сфальсифицированы ли там факты или не сфальсифицированы. Третьяков делил материал на три типа. Хроникальный, инсценированный и игровой. Но отмечал, что к чистой хроникальности можно только стремиться, потому что любая репрезентация искажает реальность. А потому, если документалисту нужно вызвать эмоциональную реакцию зрителя, он имеет право на инсценировку. Так Левый фронт искусств столкнулся с противоречиями между установкой на факт и полезностью этих самых фактов. К 1928 году движение распадается. А в следующем году одиозный советский киновед и сценарист Михаил Блейман в статье с говорящим названием «Долой материал» критикует Лефовцев и киноправду Дзиги Вертова. Он утверждает, никакой материал без знака отношения к нему сам по себе воздействовать не может. Короче говоря, чтобы сделать по-настоящему пропагандистский фильм, нужно освободить мастера от материала, от факта и фактологии. Интересно, что в тот момент за слишком тщательное следование фактам критикуют Лефовцев и Вертова. А ранее Лефовцы сами критиковали Вертова за то, что тот слишком вольно обращается с фактами, слишком как-то по-своему он видит в своих документальных работах и не полностью отражает действительность. Но именно Вертов был одним из главных документалистов начала века. До сих пор все киношколы мира изучают его работу. Еще до киноправды он смонтировал двухчасовой фильм «Годовщина революции», а через несколько лет – «Историю гражданской войны». Очарованной идеей киноглаза, которому доступно то, чего не видит человек, он создал движение киноков. Они противопоставляли себя обычным режиссерам и снимали агитационную кинохронику. Новый оптический режим должен был не просто зафиксировать историю, но воспитать новых людей. Да здравствует классовое зрение. Да здравствует киноглаз. Расшифровка жизни, как она есть. Воздействие фактами на сознание трудящихся. Идеологическая задача здесь, как и в Лефовской теории, очевидна. Требование документальности для Вертова не противоречит вольному с ней обращению. Монтаж должен только усилить воздействие фактов на зрителя. В этом смысле, несмотря на все конфликты между двумя школами документализма, и Леф, и Киноки проходят схожий путь – отставки на материал, к его деформации в интересах пропаганды. Итак, в 20-е годы Леф требует заменить вымысел фактом, но вскоре задается вопросом, а что мы вообще можем выдать за факт? Некоторые члены движения начинают оправдывать инсценировку. Критики из пролетарского лагеря хулят их за сухую фактографию и формализм. Ценность документа все отчетливее уступает место его идеологической задаче. Начало 30-х будет ознаменовано триумфом постановочного репортажа. В 1930 году под редакцией Максима Горького в Советском Союзе и за его пределами стал издаваться иллюстрированный журнал «Советский Союз на стройке». Журнал пропагандировал социалистическое строительство и был ориентирован в том числе на зарубежный рынок. Вскоре номер из этого журнала предоставил аудитории повод для бурной дискуссии. В начале 1932 года в журнале был опубликован фотоочерк «Гигант и строитель», посвященный возведению Магнитогорского металлургического комбината. Но это было не простой фиксацией индустриальной стройки. Авторы материала решили продемонстрировать преображение трудом якобы неграмотного деревенского парня, который за полтора года магнитостроя превратился в квалифицированного рабочего, члена партии и носителя ордена Красного Знамени. Впоследствии статья фотографа об опыте съемки так и называлась «Социализм переплавляет человека». А в предисловии к очерку было сказано «В горячих боях за каждый кубометр земли и бетона, за каждую смонтированную деталь происходил процесс переделки сырого человеческого материала. Великая социалистическая стройка пересоздает человека». Любопытно, что если верить журналу, новый преображенный человек должен иметь русский революционный размах и американскую деловитость. Да, большевики до Холодной войны не стеснялись того, чтобы ориентироваться на американцев. Мистер Габриэль, мы закончили газотвод и приступаем к монтажу колошниковой площадки. Бригада Ешмакова свечу тоже закончила. Вчера сделано 250 тонн. Хорошо. А вот ваша комсомольская бригада может кончать вот этот час? Послезавтра? Наверное, кончим. Ну, окей. Читателю журнала предоставили возможность проследить путь героя Виктора Калмыкова от его приезда в Магнитогорск до старта работы завода. Автор репортажа – фотограф Макс Альперт. Вы наверняка видели вот эту фотографию его авторства с политруком, поднимающим людей в атаку. Правда, есть одно «но». Когда фотограф Альперт взялся за репортаж, Калмыков уже работал на заводе. А все съемки заняли всего 4 дня. Фиксировать первые этапы его переплавки было поздно. Тогда что же это за кадры? На этот вопрос через несколько месяцев уже на страницах другого журнала фотографу пришлось отвечать. Поскольку у других представителей профессии возникли вопросы. Например, они обратили внимание на то, что у Калмыкова на протяжении всей истории перевязан палец. Неужели за полтора года он не успел зажить? Фотограф Альперт все объяснил. Это метод такой. Называется восстановление факта. Для эпизода прибытия на магнитострой строители одели в христианскую одежду, обули в лапте, вручили ему багаж и посадили в пояс. А что же еще было делать? Те факты из биографии Калмыкова, которые якобы случились, никто не зафиксировал. Фиксировать их уже было поздно. А браться за историю какого-нибудь случайного строителя, случайного крестьянина, который только-только приехал и начал работать на магнитострое, рискованно. Мало ли он не преобразится или преобразится недостаточно. У Альперта по этому поводу есть просто прекрасная цитата. Некоторые фоторепортеры встретили серию в штыки. Они считали, что серия нарушила законы фоторепортажа. Я считаю, однако, консервативное убеждение в том, что можно давать только то, что ты видишь, и что дальше этого идти ни в коем случае нельзя. Это неправильно. Мне думается, что при нашей колоссальной социалистической стройке только примененный мною метод восстановления факта может показать все наши достижения. Ладно. Тем хуже для факта. Но, конечно же, читателю СССР на стройке никто ничего разъяснять не стал. Ну, может, неудобно бы получилось, чтобы этот зарубежный, например, читатель подумал, как мы с фактами обращаемся. Некрасиво, короче. Это было, что называется, дискуссией в узком кругу, среди своих, среди профессионалов. И если бы не несколько недочетов в работе Альперта, мы бы об этой дискуссии ничего не узнали. Ну, если бы он догадался, что вот этот вот бинт на руке у его героя, который якобы все полтора года существует, его стоит, наверное, убрать в какой-то момент, возможно, никто бы ни о чем и не догадался. Несмотря на всю дискуссию, эта история мало кого отпугнула от постановки факта. Более того, репортаж был высоко оценен за эффективную пропаганду труда. Тут же зазвучали предложения по развитию метода восстановления факта. Помните, Лефовец Шкловский требовал от документалиста подписи и датировки на каждой хронике? Теперь товарищ Гришанин, автор издания «Пролетарское фото», предлагает при необходимости фальсифицировать и датировку, и подписи к хронике. Журнал рассчитан на людей, которые этому репортеру поверят и не будут искать в его снимках блог. Я сам не сразу пришел к тому, что Калмыкова переодевали. Я только потом это понял. Читатели на заводах будут верить тому, что так оно и было, что вышел Калмыков и начали его снимать, и вот у него уже орден Красного Знамени. Так и нужно к этой вещи подходить. Я высказал когда-то мысль, что возвращение назад для фотографа невозможно. Но могут быть моменты, облегчающие такое возвращение назад. Если нельзя заснять извержение Везувия в Мессине, произошедшее в 1912 году, то если он опять заклокочет, можно его заснять и указать, что это, мол, происходило в 1912 году. Межричерс место. Я считаю это недопустимым. Мне кажется, что мы должны получить право какой-то особой проекции назад. Совершенно очевидно, что длительное наблюдение, метод который предложил писатель Сергей Третьяков, это лотерея или попытка строить дом в расчете на выигрыш 200 тысяч по займу. Товарищ Альперт сделал правильно. Короче говоря, несмотря на то, что не все специалисты были согласны с таким вольным обращением с фактами, теперь можно было вслух оправдывать фальсификацию фактов ради высшей цели. А открытое признание советскими журналистами того, что они занимаются фальсификацией фактов, аукнется им в будущем. Знамя победы над Рейхстагом, если что, это тоже восстановленный факт. Как и сцена встречи двух фронтов в фильме «Сталинград» Леонида Варламова. Да, хотя все это подавалось как сугубо хроникальные работы, эти кадры постановочные. Камера установлена фронтально встречи, которая происходит ровно в середине кадра, будто оператор раньше всех пришел на место и заранее знал, где сомкнутся два фронта. А люди бегут друг другу навстречу, как будто бы по отмашке. Кадры поднятия знамени над Рейхстагом снимались 2 мая, когда бои за Рейхстаг уже давно кончились. Знамя, вошедшее в историю, стало как минимум четвертым знаменем, поднятым над Рейхстагом. Кроме того, на фото ретуши подверглись вторые часы на руках бойца Исмаилова, поскольку они явно были трофейными, а этого советскому зрителю лучше было бы не видеть. Кому-то может показаться, что восстановление факта это не так уж и страшно. Ну, ведь факт был, мы так думаем, что он был. Нам нужно просто его восстановить, чтобы зрителю было все наглядно видно, чтобы все вот прям вот как было на сцене. На самом деле только постановочное. Но, разумеется, восстановлением факта все не ограничилось. Соцреализм, официально утвержденный на Первом съезде советских писателей в 1934 году, вынес на первый план идею типизации. Теперь факт преподносится как пример общего положения дел. Если обычный репортаж ценится за репрезентацию конкретных событий, то новый метод настаивает. Отдельный образ должен описывать ситуацию в стране в целом и работать в соответствии с ее политическими интересами. Все тот же Альперт с коллегами предугадал этот подход еще до «Гиганта и строителя». Летом 1931 года по заказу «Союзфото» фоторепортеры в течение четырех дней снимали жизнь с семьи рабочего московского завода «Красный пролетарий». Серия «24 часа из жизни Филипповых» создавалась для общества друзей Советского Союза в Австрии, а вскоре была опубликована в берлинском журнале «Иллюстрированная рабочая газета». Фотоочерк должен был описать быт простого советского труженика, но, разумеется, с некоторыми нюансами. Показать, как хорошо и прекрасно он живет, какой хороший и прекрасный у него дом, как он хорошо и прекрасно одет и так далее. Филипповы живут в новом доме, хорошо питаются и одеваются, и занимаются спортом. Они трудятся в хороших условиях и отдыхают в парке культуры. И все это, конечно же, умещается в один день. В советской прессе подтверждают, что так живет каждый рабочий Советского Союза. Правда, если пролистать еще несколько страниц, то окажется, что, ну, не каждый, но вот средний точно, да, живет так. А еще пара лет, ну, тогда будет точно жить каждый. Короче говоря, пока немецкий пролетарий голодает, мы процветаем. Спросите у Филипповых. Конечно, голод, который в то же время бушует в Советском Союзе, остается за кадром. В конце концов, цель репортажа убедить зарубежных читателей, что в Советском Союзе все прекрасно, и у социалистического строительства есть неоспоримое преимущество. В этом деле Советскому Союзу помогала серийная организация снимков. Критики отдельно хвалили такой подход. Дело в том, что случайная фотография ненадежна. Она рискует продемонстрировать ненужное, случайное, сформировать не тот неправильный посыл. Поэтому следует пользоваться монтажом и использовать нарратив из нескольких отобранных кадров. У моментальной фотографии есть свой внутренний порог. Моментальные снимки, как правило, случайны. Чтобы придать случайному жесту выражению, действию, вес и значение в общенности, надо этот момент усилить количественно или качественно. А ведь это пишет бывший лефовец, который когда-то возбегал идол факту Сергей Третьяков. Нужно отметить, что при этом сами авторы фотоочерка о жизни Филипповых читателям говорили, что их кадры случайны. Они просто наблюдают за жизнью случайных советских рабочих. Но их творческий руководитель предостерегал от такого подхода. Величайшая опасность для серийного метода опасность превращения его в поверхностно-механический регистратор под маркой объективизма и невмешательства в объективную действительность. Наконец, ждет разрешение первостепенной важности вопрос о совместном действии снимка и текста в серии. И все же, когда будет провозглашен соцреализм, автору этих строк придется придумывать, как же преодолеть объективность фотографии. На бытовом уровне фотографию продолжали считать беспристрастной фиксацией действительности. Но разрешение этой проблемы угадывалось довольно легко. Фотография небезосновательно навлекает на себя упрек в натурализме. Но противоречие между творческими задачами фотографии и натуралистичностью ее техники разрешимо. Обязательно ли должен фотографический снимок отражать все, тем самым отражать случайное, загромождать случайным главное? Нет, не обязательно. Снимать стройку метро натуралистически значит снять только людей, забрызганных грязью. Снять в духе реализма значит показать энтузиазм этих забрызганных грязью людей. Этот реализм мы называем социалистическим, потому что он не просто фотография жизни. Он основан на понимании того, куда идет мир. Мир идет в победе социализма. И только художник, который понимает, куда идет мир, сумеет отобразить в великих образах основные линии этого развития. Дальше по тексту автор ссылается на опыт гиганта и строителя и утверждает, это то, что нужно. Вот куда ведет процесс. Впрочем, его самого процесс в 1938 году приведет к расстрелу, как, кстати, и Виктора Калмыкова, главного героя гиганта и строителя. Калмыкова в 1937 году сперва исключили из комсомола за пьянство и бытовое разложение, а затем арестовали, обвинив в заговоре против Сталина. В конце июля 1938 года его расстреляли. Альперт ездил в командировку в Магнитогорск в 1957 году, хотел встретиться с героем старого фотоочерка, задавался вопросом о том, как сложилась его судьба, но ничего узнать не смог. Вывод прост. Чтобы избавиться от натуралистической случайности, нужно тщательно контролировать материал. Подчеркивать энтузиазм героев и полагаться на старую добрую конъюнктуру. У всего этого благая цель, ведь так удастся убедить в том, что мечта о будущем сбылась. В 1936 году в статье с говорящим названием «Право на выдумку» именно так обосновывается необходимость инсценировки. Создать большие произведения фотоискусства можно лишь при условии полного осуществления замысла фотографа, полного подчинения объекта съемки воле снимающего. Композиция должна не выбираться, а строиться в твердом согласии с замыслом автора. Первый путь – это инсценировка. Пусть не пугает слух этот термин. Под инсценировкой мы понимаем такую организацию объекта съемки, где могут быть введены в плоскость кадра добавочные детали, где все лишнее заранее убрано, где строго продумана каждая мелочь, каждый поворот, каждый жест. Здесь, как ни при каком другом методе организации материала, снимающий является хозяином положения. Он гарантирован от случайности. В его силах исправить допущенную оплошность. Вдумайтесь, всего 4 года назад необходимость инсценировки обосновывалась тем, что мы не можем вернуться во времени и запечатлеть реальный факт. Теперь же советских авторов призывают к инсценировке, чтобы исключить случайность. Ну как, хорошо? Здорово! Поварот, как у нас на заводе! Потому что визуальный опыт в Советском Союзе должен быть полностью подчинен государству. Все, что человеку позволено видеть, должно отвечать задачам этого государства. Поэтому Сталин все больше вмешивается в производство искусства. Он становится главным цензором, продюсером и киноведом. Поучает сценаристов и режиссеров, как им писать и что снимать. Решает судьбу эпизодов, фильмов и самих авторов. Подобает всегда царю осмотрительным быть. Ко благим милость и кротость, злым же ярость и мученья. Такая культурная политика рассчитывает убедить в успехе социализма не только зарубежных читателей, но и граждан самого Советского Союза. Нет больше возни с карточками и талонами. Вот он, исторический день, говорящий о мудром руководстве нашей партии. Вет без карточек. Мы богатая культурная страна. Снимки в прессе 30-х выражают в первую очередь оптимизм и идиллию повседневности. Лицо советского человека озаряет улыбка. Он привлекатель и населен. Он совершенен. По образу и подобию вождя. А чтобы никто не усомнился в совершенстве вождя, ретушь избавит его портреты даже от морщин и следов оспы. Социалистическое искусство воплощает своего рода симуляцию реальности. То есть главный творческий метод 30-х предлагает воспроизводить то, чего в действительности не существует. В такой логике фото- и кинопродукция заменяет зрителю-гражданину реальный опыт социализма, который так и не был достигнут. Естественно, что примат факта в подобной культуре невозможен. И если реальность противоречит требованию момента или недостаточно красноречиво, ей можно пренебречь. Если что, на помощь придет фотомонтаж, уже успевший себя зарекомендовать как средство пропаганды. В конце 30-х годов установка на факт окончательно отвергается. Публицисты называют такую установку фотографической теорийкой. Материнство, героизм, семья, любовь к родине. Сколько тем, захватывающих богатством связанных с ним эмоций, лежит за пределами возможностей наших фотомастеров. И только из-за соблюдения документальной непорочности фото. Из-за догмы держись фактов, которую боятся нарушить. Роль визуальных практик в деле жизнестроения только крепнут, и мобилизационная прагматика никуда не девается. Зритель должен быть готов опознать угрожающего идиллии врага, как внешнего, так и внутреннего. И эта задача не обходит фотографические практики стороной. Строгий запрет на изображение того, что не вписывается в систему правил главного художника советской эпохи, приводит к вымарыванию образов врагов народа из фильмов, снимков и картин. Это касается не только официальных источников, но и частных архивов. Дело в том, что культивирование коллективной идентичности влияло даже на отношение к групповым снимкам. Физического уничтожения предателя недостаточно. Должен быть уничтожен и его образ. Враг обезврежен, стерт из истории, будто его никогда и не существовало. Когда развернулась кампания против троцкизма, Троцкий начал исчезать со снимков. Упоминание о его роли в истории оказалось под запретом. Эйзенштейна заставили вырезать эпизоды с Троцким из фильма «Октябрь». В результате он остался только в сцене 10 октября, где герой спорил с Лениным. На премьере в Большом театре «Октябрь» показывали фрагментами. А знаменитое вымарывание с совместной фотографией со Сталиным образа Ежова превратилось в мем. Сегодня образ непорочного социализма породил целую плеяду историков, которые готовы любой элемент этого образа защищать. Вот, например, Борис Юлин. Он возмущен тем, что факт вымарывания врагов народа превратился в мем, и готов спорить с каждой мелочью, которая касается этой печальной эпохи. Вот, например, в одном из своих материалов Юлин заявляет «Как сделать фальшивку о фальшивке?» Краткий курс. Многие знают, что после отставки советских государственных деятелей их отовсюду вымарывали. И наиболее ярким примером считается этот снимок. Далее Борис Юлин анализирует снимок и на основании слишком низкого парапета приходит к следующему выводу. На втором снимке Сталин стоит уже на расстоянии от парапета, а мелкий Ежов между Сталином и парапетом, который имеет нелепую высоту, примерно по колену. То есть в сей стране вбили в голову мысль, что есть отретушированная картинка со Сталином на берегу канала и подлинная со Сталином и Ежовым. А реальность, похоже, была другая. Подлинная картинка со Сталином на берегу канала и фальшивка с пририсованным Ежовым. Это очень популярный прием у подобных историков. На основании лишь якобы фактов и логики, расчетов и поисков несостыковок, опровергать известные факты. Для того, чтобы поспорить с Борисом Юлиным, достаточно будет открыть архив газеты «Правда», найти выпуск от 30 апреля 1937 года и убедиться, что фотография настоящая. А советский историк Юлин построил все разоблачение на высоте парапета, который явно подвергся банальной советской ретуши. А традицию вымарывания врагов народа из исторического нарратива мы видим и сегодня. В честь десятилетней годовщины на Арти вышел документальный фильм о русской весне. Вошедшего в немилость Игоря Стрелкова там нет. Недавняя история переписывается на наших глазах. Если почитать на ютубе комментарии к советским фильмам, станет ясно, что многие люди и сегодня не видят разницы между кино и реальностью. Современные зрители хотят вернуться в мир, который они видят на экране, несмотря на то, что его никогда не существовало. Это неудивительно. Соцреалистические образы формировали позитивное восприятие советского режима. Но они дожили и до наших дней. И люди продолжают им верить. Советский Союз это когда ты идешь по улицам родного города в любое время суток и никто не то, что не нападет. Слово грубого не скажет. Решетки на окнах первого этажа? Да вы с ума сошли. Квартира же не тюрьма. Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку. И никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не было. Эта визуальная политика оказалась настолько эффективной, что работает по инерции даже после того, как породивший ее союз прекратил свое существование. От провозглашения торжества фактов и реализма до переписывания истории и откровенных фейков этот путь занял не более двух десятилетий. В самом начале этого пути лефовцы никогда не занимались открытой фальсификацией факта его инсценировкой. Они сформулировали две стратегии обращения с фактом в зависимости от ставки на материал стратегия Вертова или ставки на аффект стратегия Зинштейна. Лефовцы предложили подделке оправдательную логику, но при этом сами, насколько можно судить, никогда ей не злоупотребляли. Но в конце концов, от идеи о том, что существуют факты друзья и факты враги до ареста американского журналиста Джеймса Эбби за то, что он сделал неправильную случайную фотографию, рукой подать. Если мы делим факты на друзей и врагов, чтобы колебаться вместе с линией партией, то, наверное, не стоит удивляться пропавшим с фотографии комиссарам и публичному переписыванию истории прямо в медийном поле. Тогда я позволю себе ну просто вот 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Вы не против? Как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok